Вдохновение и мотивация на канале Около Хендмейда. Моя овечка готовится улететь в Германию. И мастер-класс, как её делать, я сняла накануне ночью. Понадобится губка для посуды, иголочка 38, маленький кусочек синтепона, белая мериносовская шерсть, пару бисеринок, ну а шерсть мы будем делать из вот такого вот холофайбера. Так, приступаем. Я беру синтепон и сворачиваю достаточно тугой овал. Вот так. Чем туже я сверну, тем меньше мне понадобится усилий, чтобы его привалять. Так, ну вот, вот у меня получился вот такой вот эллипс. Это будет голова. Я беру белую шерсть, но у меня мягкий меринос. Насколько я помню, 20 микрон. Я её вот таким вот образом орву в такую пушистую вату для того, чтобы оборачивая нашу фигурку, не было... Ну, шерсть распределялась равномерно. Вот я её обернула и чувствую, что плохо сваливается. И сейчас попробую двумя иглами поработать. Если нет, то просто буду выбирать другую иглу. Я сваляла два овала. Один вот этот маленький, это головка. Второй, это будет туловище. Вот таким образом я их сошью. Вот этот маленький овальчик я обваляла шерстью белой, а этот оставила синтепоновый. Потому что у нас сверху будет вот такая шерстковая вещь из синтепуха. Вот. И сейчас я буду делать ушки. Я беру шерсть, разделяю на два равных кусочка, чтобы ушки у нас получились одинаковые. И опять вот таким вот образом её распушаю, но только стараюсь, чтобы волокна были параллельны друг другу. Вот. И получается у меня такой пучок, который я складываю вот так вдвое. Вот. Вот я вижу, что это многовато получается. Я, наверное, разделю на пополам. Попробую вот так. Так. И я его складываю вот так вот пополам. И вот эту часть я буду уваливаю ушко половину, как бы. То есть вот эту часть, вот эту, я не заваливаю. Она остаётся пушистая для того, чтобы присоединиться хорошо головке. Вот. Ну вот. Тут вот, наверное, лучше будет видно. Переворачиваю это ушко. Точно так же вот такими движениями немножко края подваливаю. Вот так. И у меня получилось вот два ушка. Вот таких вот. вот. Ну, немножко ещё можно подвалять, но я это сделаю уже в процессе. В процессе. Так. Вот головка наша. Вот этим пушистым краешком я вот так накладываю. У овечки ушки немножко вперёд как бы поддаются. Так. Это для меня тонкая слишком. Вот это нормально. Вот. То есть я приваливаю ушко к голове пока на черновик, потому что вот здесь вот видно, что получается такая щель. Её нужно будет, конечно, заваливать такой заплаточкой. Вот. То есть я на черновик сейчас сделаю эти два ушка. И вот там, где у меня видно соединение вот этих вот запчастей. Так. Вы так показать. Вот. Ну, вот здесь вот видно. Я это всё дело закрываю заплатками. Заплатками я называю пушистые кусочки, маленькие пушистые кусочки шерсти, которые, накрывая наш стык, делают его незаметным. Заплаточку я вот таким образом на губки приваливаю, чтобы она была более пушистая. Вот. И могу вот так вот взять вот там, где у меня стык, вот этот, я могу вот так вот её аккуратно наложить. Она тоненькая, она пушистая. вот. И наложив её на две стыкуемые детали, мы убираем этот самый стык. И по такому принципу я стыкую все детали, которые изначально валяются отдельно, но потом должны соединиться. вот я вижу, что и спереди тоже, в общем-то, требуется ещё одна заплаточка. И я её беру, делаю также на губке несколько раз. вот так, так. И таким образом ушки я приваливаю и делаю с головой одним целым. Вот что у меня получилось, какая у меня получилась головка. Вот здесь я приваляла немножко телесного цвета, для того, чтобы носик выделить. Здесь я сделала углубление под глазки, под бисеринки. Вот здесь у меня уже готовые ушки. И сейчас моя овечка похожа немножко на кролика. Вот. Но когда ей у нее будет шерсть и кудряшки, я могу вас уверить, что она не будет больше похожа на кролика, а будет похожа на овечку. Так, я взяла черную нитку, бисерную, бисерную иголочку тоненькую. Вот у меня есть черный бисер для глазок. Я выбираю бисеринки одинаковые. Вот. Так, и начинаю вот отсюда, где будет пришиваться у нас овечка будет сидячая. Вот. Вот где-то в этом районе будет пришиваться головка. И в этом месте я прячу узелок и выхожу на вот эту вот глазницу. Так, беру бисеринку непосредственно глазик. Вот. Следующий глазик. Сюда. беру бисеринку вывожу ее вот сюда. Вот у нас получается вот такая вот вокруг я вокруг этого глазика я сделаю белую еще шерсть приваляю немножко для контраста. так. Так. И я хочу еще вышить сам носик. То есть я вот в этом месте беру вывожу нитку все время в одном и том же месте и вышиваю носик таким как бы треугольничком. вот над глазками я поработала достаточно тщательно. Я сделала такие как бы белки. Я вышила контур глазика серой ниткой. сделала такие темные вваляла реснички. Вот. И сформировала такой взгляд. Вот. Потому что именно глазки и взгляд дают игрушке характер. И теперь я буду делать ножки. Вот я приготовила вот такие проволочки. Вот. Я возьму вот здесь в этих местах где эти ножки должны находиться просто вот так вот иголочкой вот так вот я протелываю дырочку просовываю туда просовываю туда лапки с одной и с другой стороны. Вот. далее я приклеиваю эти лапки внутри лишнее обрезаю и покажу как я обматываю лапки шерстью. Вот получились вот такие ножки. Я беру клей дракон я беру промазываю каждую ножку отдельно вот так промазываю беру пасмочку белого цвета вот так придерживаю пальцем здесь и обматываю вначале сюда потом обратно стараюсь чтобы эта пасмочка не перекручивалась так ну что ж овечка уже почти родилась я сделала ножки вот я их поближе показываю я сделала на туловище такой немножко большую подушечку объемчик вот и теперь вот этим синтепухом или холофайбером как он еще называется будем делать шерсть я выбрала некоторые такие завиточками более интересные отдельно для того чтобы на головке сделать эти завиточки вот ну а на самой на самом туловище эту шубку просто берем вот так вот таким образом так надеюсь хорошо видно вот так наша овечка готова осталось сделать для нее сердечко так сиди тут я беру красный формирую но вначале его рву вату в такую пушистую так формирую форму я хочу показать как я делаю форму вот я одну половинку уже сваляла как бы на черновик да она еще такое ну не плотная вот но я хочу на второй половинке показать как я это делаю то есть я шерстью работаю ну фактически как глиной как пластилином а иголочка это у меня мой инструмент которым я формирую этот объем то есть где нужно я вот так вот припосаживаю иногда левой рукой немножко себе помогаю и ну сжимаю как бы шерсть вот видите получается что у меня уже постепенно постепенно формируется то есть вот здесь вот допустим мне нужно уголочек сделать я его прижала и вот так вот постепенно прижимая левой рукой и валяя хорошей иголкой потому что бывает такое что иглы уже стираются зубчики и эффект уже совсем не тот и из-за этого приходится очень долго тыкать иголкой ну если волка хорошая то она достаточно быстро вываливает вот постепенно постепенно я формирую сердечко вот можно от я сейчас прервусь я сейчас покажу насколько она сейчас большое да и я его еще немножко подваляю вы видите как она уменьшится так наша овечка готова сердечко готова и лапки у нее поскольку они из проволоки можно это сердечко легко зажать а ножки тоже так подвернуть чтобы можно было ее посадить вот так так ну я надеюсь вам понравилось все было понятно доступно и мне осталось пригласить вас подписаться на мой канал на мой блог в инстаграме и напомнить что лайки комментарии и колокольчики это традиция ютуба вот и смотрите больше полезных видео для хендмейдеров на моем канале около хендмейда и но и и и Продолжение следует...